Девушки отдыхают Продолжается очередная сессия городского совета. К данному часу депутаты рассмотрели около 30 вопросов из 60 запланированных. В частности, утвердили целевую программу содействия местных органов власти в вопросах мобилизации и призыва на срочную службу. Сейчас в сессионном зале находится наш корреспондент Ирина Погорена. Ира, здравствуй, на чем сейчас работают депутаты. Добрый вечер. В студии депутаты в данный момент голосуют за проект решения поддержания Запорожского международного аэропорта. То, что я могу сказать сейчас. Депутаты утвердили программу развития первичной медико-санитарной помощи. Сами депутаты говорят, что это исторический момент, поскольку впервые выделяются средства на финансирование первичного звена в сфере медицины. Все это необходимо для того, чтобы закрыть первоочередные проблемы в этой сфере. Это касается обеспечения врачей необходимым оборудованием, медикаментами, а также финансирования ремонта и реконструкции медицинских учреждений первого звена. А также в программе предусмотрено и дополнительное примирование медикам. Но все это необходимо порядка 106 миллионов гривен. Половину от этой суммы направят из общей программы поддержки медицины. В данный момент депутаты, как я уже говорила, рассматривают проект решения о решении неотложных проблем коммунального предприятия Международный аэропорт. Для этого необходимо 5 миллионов гривен. Все направлено на то, чтобы Запорожский аэропорт прошел проверку, которая будет проходить в мае. Пока что на этом у меня все. Студия. Спасибо, Ира. Полный отчет о том, как прошла сессия, смотрите в нашем итоговом выпуске новостей в 19.00. Достроить или демонтировать? Привокзальная площадь снова в центре внимания общественности. Еще неделю назад там активно велось строительство. Сейчас, благодаря вмешательству депутатов и неравнодушных горожан, оно приостановлено. Что ждет площадь, которая встречает большинство гостей нашего города, далее в сюжете. Вместо строительства временных остановочных павильонов – капитальный фундамент. До недавнего времени на привокзальной площади работа кипела. У арендатора разрешение на временные остановочные комплексы. После того, как мы увидели, что строится капитальный фундамент, глубину 1-4 метра, понятно, что ни о каких временных сооружениях речи не идет. И арендатор неоднократно под камеру, в том числе на заседаниях комиссии, на выездной и в городском совете, подтвердил, что да, он строит капитальное сооружение. Строительство на площади останавливалось несколько раз, но с завидным постоянством возобновлялось. Прошлый архитектор, который был в управлении архитектуры, выдал местобудивание разрешения, и арендатор снова принялся за старое. Нарушать закон и нарушать условия договора. Неделю назад на стройке состоялось выездное заседание представителей земельной комиссии. Тогда депутаты рекомендовали приостановить строительство и демонтировать фундамент. Отчитаться о проделанной работе застройщика пригласили на заседание профильной комиссии. У депутатов возникает вопрос, каким должен быть объект, капитальным или временным. Прочитали всю декларацию и не зрозумели, что вы там, темчасовые павильоны, или не темчасовые, в декларации, где мы видим, что вы темчасовые, что они темчасовые, где они. Декларация возникается только на капитальные споруды. И весь наш споруд именно в том, имеем ли мы право строить там капитальные споруды или нет. Именно для этого мы подаем документы области. Еще раз говорю, ГАЗ попросил государственную экспертизу. Мы документы подали, государственную экспертизу занимает 7 дней. Впрочем, времени на экспертизу нет, говорят депутаты, ведь за один день застройщик может возвести стены здания. А капитальное строение противоречит, по словам членов комиссии, условиям, на основе которых выдавалось разрешение на строительство. На сегодняшний день это не только нам подают, только подают. Вы изначально ГАЗ подали неправдивую информацию, правильно? Да, я думаю, что ГАЗ будет у нас иметь какие-то вопросы. На заседании комиссии депутаты дали застройщику время до 26 февраля на принятие решения о демонтаже фундамента. И как стало известно сегодня, представитель компании согласился с условиями депутатов. Фундамент уберут, а в ближайшее время на площади появится временный остановочный комплекс. Ирина Погорена, Игорь Бахиркин, Дарья Зырянова, Олег Мовченюк, ТВ5. В некоторых городах Украины новые полицейские уже несут службу. А в Запорожье только сели за парты. В феврале на базе городского училища профессиональной подготовки полиции стартовало обучение почти 400 юношей и девушек. Все они прошли отбор ряды патрульной полиции. Как проходит учебный процесс будущих запорожских копов в материале Кристины Залевской. Олеся – мать двоих детей по специальности переводчик немецкого языка. Подалась в полицию с благими намерениями. Хочет, чтобы ее дети чувствовали себя в полной безопасности и жили в правовом государстве. Меня мой муж поддержал. Я понимаю, что это очень сложная, ответственная работа. Я готова. Я не боюсь. Я отважный, смелый человек. За 9 недель обучения курсанты должны освоить более 20 основных дисциплин. Теоретические связаны с административно-правовыми вопросами. Среди практических – огневая и тактическая подготовка. До теоретических дисциплин относятся, можно назвать такие дисциплины, как квалификация злочинных и засады криминального проведения, административная ответственность и проведение в справах про административные права порушения, выбухотехническая подготовка, коррупция, протидея торговли людьми, протидея насильства семьи. Во время практических занятий патрульных учат находить подозреваемого на открытой местности и защищать себя. Не забывают и о правилах осмотра помещений и остановке автомобилей. Но практиковаться на дороге курсантов отправлять не собираются. А вот при тактическом обучении часто используется опыт западных полицейских. Остановка транспортного средства на сегодняшний день, да, главное отличие, осуществляется не с помощью жезла, а с помощью проблесковых маячки, пиццилювача Гучномовца и Сырены. Остановка транспортного средства осуществляется не блокированием автомобиля, а сзади автомобиля подозреваемого, то есть патрульный автомобиль, располагается на дистанции от 3 до 5 метров. Основная часть обучения курсантов – практические занятия. Только огневой подготовке уделяют 4 академических часа в день. Большинство из этих парней и девушек впервые держат пистолет в руках. Инструкторы отмечают – первые недели обучения проходят без грубых ошибок. До экзамена далеко, только начало. Пока все стараются, все пока получается. Пока. Да, там, естественно, все зависит от желания и способностей. Но я думаю, все будет хорошо. Олеся переживает. За 8 недель освоить практические навыки и теорию будет проблематично. Поэтому сейчас все свободное время посвящает самостоятельному изучению будущей профессии. Стараемся учить. Прошло только 2,5 недели нашего обучения. Достаточно, ну, как бы уже материала мы освоили. Больше приходится, конечно, самостоятельно обучать. Дома садимся, открываем наши материалы, которые нам распечатали. И читаем, читаем, учим, учим. То есть без самостоятельной работы ничего не получится. На базе Запорожского училища профессиональной подготовки полиции обучается около 400 курсантов. 100 из них – женщины. Удастся ли будущим полицейским заслужить доверие запорожцев, станет известно уже через 2 месяца. Кристина Залевская, Денис Ополев, ТВ5. На кону две жизни. Больше недели медики областного перинатального центра борются за жизнь 20-летней Юлии Петренко и ее еще не родившегося на свет малыша. Специалисты утверждают, ранее с такими случаями еще не сталкивались. Родные и близкие Юлии надеются на помощь всех неравнодушных людей. Подробнее Галина Знаменская. Юлия Петренко родилась и выросла в Великой Белозерке. Работала продавцом в местном магазине. Через 8 месяцев у девушки должен родиться ребенок. Но на прошлой неделе Юля почувствовала себя очень плохо. Температура поднялась, вызвали скорую, привезли скорую в больницу. В больнице у нее начался уже как бы болевой шок головы. Да, болевой шок головы и уже все. Она уже себя не понимала и кричала ужасно. Юлю в коматозном состоянии доставили в Запорожский областной перинатальный центр. В результате проведенной диагностики медики поставили диагноз – серозный менингит. Ранее врачи не сталкивались с подобными случаями. Она поступила в крайне тяжелом состоянии. Поэтому были подключены так называемые интеллектуальные аппараты искусственной вентиляции легких. У нас, слава богу, есть такое оборудование. Состояние пациентки улучшилось. Она в сознании, она контактирует, выполняет команды, то, что мы просим. Для спасения жизни Юли и ее малыша потребовалась немалая сумма. 50 тысяч гривен на лекарственные препараты выделили из областного бюджета. Собирают средства на лечение и жители Великой Белозерки. Узнала про это горе, создала группу ВКонтакте, сама предложила помощь. Раскрутила уже группу, там 400 с чем-то человек у нас уже в группе. Это буквально за неделю мы собрали великое количество уже человек. Там люди откликаются из всей Украины. Это магазин, где работала Юля. Здесь установили кружку для сбора средств на лечение девушки. Люди бросают 10 копеек, 20 копеек, 50, кто 100, кто что может. Мы рады каждой копейке. Потому что в селе ее все знают с очень хорошей стороны. Это очень хороший человек, очень хорошая девочка. А семья одна мама, помочь некому. Спасти мы спасем не одну Юлю, а спасем две человеческие жизни. В Великой Белозерке проживает около 9 тысяч человек. Большинство из них хорошо знают Юлю. Переживают и надеются, что медикам удастся спасти жизнь не только девушке, но и ее ребенку. Она такая очень коммуникабельная, очень открытая девочка. И когда случилась эта беда с ней, знаете, мы как-то практически всем селом пропустили вот эту вот беду через себя. Люди, оказывается, у нас очень много добрых, отзывчивых людей. Люди отозвались на эту беду и стараются всячески помочь в этом. Мы все очень сопереживаем в семье, очень волнуемся за Юлю. Помочь Юлии Петренко и ее ребенку можете и вы. Для этого надо связаться с ее мамой. Номер телефона вы видите на экране. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, Руслан Жевченко, ТВ5. Желающих много, мест мало. В рамках национальной инициативы Украина Спикинь в Запорожье откроются бесплатные курсы английского языка. Это волонтерский проект, направленный на разные возрастные группы. В его рамках запланированы курсы для начинающих, тренинги для школьных преподавателей и профессиональный разговорный клуб. Проект стартует в последний день зимы. Как стать его участником, расскажет Екатерина Даньшина. Английский язык международного общения. Знать его необходимо, особенно для тех, кто любит путешествовать. Кристина часто ездит по разным городам Украины и странам. Ближайшая поездка планируется в Европу. Конечно, очень важно. Там важны, во-первых, термины, во-вторых, если какая-то конфликтная ситуация, то обязательно тебе нужен английский язык, потому что русских слов недостаточно высказать все свое недовольство. Девушка пыталась изучать язык самостоятельно. Покупала разнообразные учебники, проходила онлайн-обучение на специализированных сайтах. Посещала даже частные уроки. Я занималась репетитором, причем довольно-таки долгое время, но дороговато на данный момент. Хотелось бы улучшить навыки общения на английском, потому что понятно мы понимаем, а как правильно сказать, иногда затрудняюсь. О бесплатных курсах узнала от знакомых. Сразу же решила, это то, что ей нужно. Проходить занятия будут в областной библиотеке для юношества. Она является одним из координаторов курсов. Мы надеем людям примещение, мы раскрываем свои фонды английской литературы, мы можем запропоновать им словники, можем запропоновать размовники, которые полегшат выучение английской мовы. Первое занятие состоится 29 февраля. Учеба будет проходить два раза в неделю на протяжении трех месяцев. Руководитель молодежной организации «Наше счастливое життя» – второй координатор проекта, он же будущий преподаватель на этих курсах. Проводить занятия будут координаторы Александра Кахай, англоязычные волонтеры, потом носители английского языка, ну и преподаватели. Чтобы стать участником занятий, необходимо заполнить специальную анкету на сайте uaspeaking.org, выбрать рубрику «Бесплатные курсы Запорожье» и заполнить онлайн-форму для регистрации. Так как количество участников давно перевалило за тысячу, а количество мест ограничено только на 30 человек, то те, кто не пройдет конкурсный отбор, будут получать на указанной ими в анкете электронную почту материал для самостоятельного изучения английского языка. Кристина такую анкету уже заполнила, теперь ждет результатов, надеется, что пройдет отбор и ей удастся повысить свой уровень знания английского языка. Такие курсы очень привлекательны, потому что, во-первых, это группа молодежи, у них есть цель выучить тот же английский. Это просмотр фильмов на английском языке, это общение с людьми, которые приехали за границей, и они владеют просто на профессиональном уровне этим языком. Поэтому это очень интересно. Екатерина Данчина, Эдгар Капытов, ТВ5 Это все новости к данному часу уже в 19.00. Смотрите. Кому война, а кому мать родна. Контрабанда в зоне АТО. Запорожская британка Элина Элис. Сначала рисунок, потом текст. Что такое мастер-рестлинг и при чем здесь Мелитополь? Эти ребята точно знают, как быть стильными, модными и актуальными. Их полезные советы сохранили не одни отношения, а лайфхаки упростили далеко не одну жизнь. Смотрите через несколько минут программу «Планшет» на ТВ5. Напоминаю, все актуальные новости из-за прочей области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред at tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00.